После работы, которую я провел, чисто из любопытства начал, но потом не мог оторваться и пришел к неожиданным результатам, что история нашей Земли совершенно была иной. Макеты показывают, какие работы я провел. Это первичный земной шар, который я пришел к выводу, что он был всего лишь радиусом 3950 километров. Ну и дальше была история такая, фанерозой, этот период, циклическое увеличение земного шара. Первое было столкновение было вот с таким астероидом, который соизмерим вот так, в 1 треть всего объема, он меньше. Всего 1 треть объема меньше Земли, вот такой огромный астероид. Вот его основание, более темное. Это часть сферическая, это прямые линии. Прошу запомнить вот этот угол В1. Это если смотреть со стороны основания, вершина астероида там. То угол В1 это тот угол, который с левой стороны прямая, а с правой стороны дуга. Вот если смотреть, значит, с центра основания в сторону вершины, то с правой стороны дуга. Ну а дальше циклическое расширение. После астероида вот такой был радиус. 4400 километров. Две трети современного. Вот. Ну и последующие. После глобуса номер 6 радиус Земли уже стал почти современным. 6131. Так. Но, значит, до меня глобусы составляли путем уменьшения современного земного шара. И доходили до радиуса 2 третих. Дальше не могли ничего определить. Фольгель Клаус в 1977 году поместил даже такой земной шар вовнутрь современного. И все материки становились в таком положении друг против друга. То есть он радиально показал, что земной шар вполне мог увеличиваться из 2 третих до современного путем радиального. Радиально. Но я задался целью другой. Я стал укладывать материки в том же масштабе на земной шар заведомо меньшего радиуса путем его дальнейшего увеличения. И, соответственно, смотрю, как укладывается. И при радиусе 3950 километров я понял, что если только некоторые материки немного деформировать, то они укладываются очень плотно и образуют сплошную замкнутую поверхность всего земного шара. Но при этом, значит, я сделал следующие поправки. Вот один и тот же земной шар. Сфотографированный четырех разных частей. Первое, значит, что я сделал. Вот Северная Америка. Аляска. Аляску развернул по часовой стрелке и примкнул к Америке. Чукотский полуостров развернул по часовой стрелке. До момента, когда Камчатка встала точно в Охотское море. По контуру они абсолютно совпадают. При таких положениях Северная Америка примкнула плотно к нашей России. Исчез Северный Ядовитый океан. Европу. Пиренецкий полуостров развернул по часовой стрелке. Подчеркиваю, по часовой стрелке. До исчезновения Бискальского залива. Всю Европу развернул по часовой стрелке до исчезновения Балтийского моря. В таком положении Африка примкнула плотно к Европе. Исчезло Средиземное море. При наложении Америки Северной при присоединении к Европе, к Африке и Южной Америке. Значит, южная конечность Северной Америки, она вот так закруглена. Я ее, соблюдая все геометрические размеры, развернул и примкнул ее к западной части Южной Америки. И она точно дошла до вот этого изгиба. И при этом Бондурас с Юкатаном сомкнул. И в это пространство поместилась точно Южная Америка. Присоединилась к Северной Америке. Теперь в Индийском океане. Современное положение, если на этот глобус, то современное положение Индостана вот. Индостана вот она. Я его вытащил из-под Евроазии до момента, до такого момента, чтобы к восточной части примкнула Австралия. Вот она Австралия. А к Австралии Антархида. Исчез Индийский океан. Точно такое же положение Индостана еще в 1954 году получил Кэрри, австралийский геолог, вернее, с Тасманией. Значит, он делал следующее. Распрямил на севере Индостана белуджанские и пенджабские ораклины. Ораклины – это складчатый город. И он получил вот такое же положение. У него это в книге изображено. И вот я точно в таком положении установил Индостан. По Австралии по периметру точно поместилась новая Гвинея. Ну, немножко деформированная тоже примкнулась. К новой Гвинеи – Суматра. Вот тут Ява. Новая Зеландия. И осталось место для островов Ламбон, Бали, Ламбон, Флорес, Алор, Ветар. Которые дугой расположены. И при радиусе 3950 километров, таким образом, я замкнул полностью этот земной шар вот этими континентами. Отсюда вывод, я сделал выводы. Наш первичный шар, если замкнутый образовательный из материков, можно организовать, образовать, можно образовать замкнутую сплошную поверхность. Значит, земной шар был таким. 3950 километров. Второй вывод. Вся современная суша, современного земного шара, есть разогнутая поверхность вот этого первичного шара. И больше ничего. Но в этом, значит, земном шаре имеется 4 отверстия. Одно отверстие – это в районе Тихого океана. Самое большое отверстие. Вот на это пока не обращайте внимания, если по побережьям. Тихом океане. Второе отверстие – это в Индийском океане. Индийское продолговатое отверстие. Третье отверстие – западнее в Великобритании. И четвертое отверстие – между Кольским полуостровом, островом Гренландия и полуостровом Таймыр. Четыре отверстия. Рассмотрим эти четыре отверстия. Вот отверстие в Тихом океане. Прямыми линиями я соединил, провел по побережью. Горизонтальная проекция – это отверстие. Вот оно. Неожиданно бросается резко в глаза, что искусственное происхождение этого отверстия. Четкие углы, ровные абсолютно стороны. Одна сторона является другой – 6500 километров. В Индостане, в Индийском океане. Так как современное положение Индостана – вот оно. Но если начнем мы двигать отсюда к современному положению, то мы вынуждены Австралию тоже с Антарктиды выдвигать в район Тихого океана. И при совмещении вершин получается вот это побережье Австралии – вот дуга, вот линии. Горизонтальная проекция этого отверстия – вот она. То же самое. Просматриваются четкие углы довольно и дуга с одной стороны. Так вот, если мы вот этот лист сделаем радиус 3950 километров, как в земном шаре. Они расположены противоположным концах земного шара – Тихий океан, Индийский океан. То получается, дуга становится против дуги. И большая сторона против большой стороны. Средняя сторона против средней стороны. Малая сторона против малой стороны. То есть они расположены очень симметрично и подобны друг другу. Друг другу. Теперь посмотрим повреждения, какие вокруг этих отверстий. Америка. Северная Америка, а дальше там Южная Америка. Вот за этим. Южная. Значит, имеются складчатые горы. Кабрильеры, Анды, скалистые горы. Далее Апалачи. Все параллельно друг другу, параллельно именно вот этой стороне. В Азии сплошные хребты по Азии. Ну вот эта сторона, тупой угол, она действовала как одна сторона. Сплошные, тоже параллельно вот этим сторонам, параллельно идут. И вплоть дальше Уральские горы. Параллельно друг другу, параллельно этой стороне. Антарктида. Антарктические горы, горы Гамбургцева, Горнацкого. Они все параллельно друг другу и параллельно вот этой стороне. Как могли образоваться такие параллельные горы? Такое впечатление, что от центра что-то двигало туда, что-то двигало сюда, что-то двигало сюда. Только какое-то тело огромнейших размеров могло, пирамидовидной формы могло вершиной вперед, входя в нашу землю, наклонными гранями, ровными наклонными гранями, раздвигать в разные стороны кору земного шара, образуя параллельно своим граням складчатые горы. Далее, в этом астероиде, я буду называть его астероид, наибольшая сторона является вот эта дуга. Так вот, удельное давление на эту сторону было наименьшим. Естественно, давление на другие стороны распространялось при клинии больше. Так вот, эти две стороны образовали звиккоры с образованием волн, которые пошли навстречу друг другу и склеснули с противоположной стороны земного шара, образуя цепь в широтном направлении, в самой могучем, которая начинается именно вот с этого угла между сторонами, через Тибет, Кавказ, Тиренейский полуостров. Вершина этого астероида прошла насквозь. И, упираясь таки обратно наибольшей стороной, то есть дугой, с двумя сторонами сдвинуло физически Индостан в сторону современного положения, а через Индостан, Австралию, Интарктиду тоже в сторону современного положения. При вхождении... Ну, дальше вот рассматриваю механику дальше, предполагаемую, которая оправдывается. При вхождении в Землю астероиды, раздвигая с наглонными гранями и все-таки поступательные движения, превратилась на земной шар в эллипсоид. Вот такой эллипсоид. По периметру, по большому периметру, произошло раздвигание этих материков. И при схождении этих материков... На какие расстояния легко просчитывается? При вхождении. Из-за движения... Значит, Северная Америка вышла за пределы Чукотского... За Чукотский полуостров. Здесь... Северная Америка вышла за Чукотский полуостров. Вот... Южная Америка вышла с своего места и встала над Антарктидой. Над Антарктидой. При принятии из земли формы шара, Северная Америка не попала на свое место. На свое... Оно углом врезало в Чукотский полуостров. Вот это море Бофорта имеет глубину 1200 километров. Так вот, Чукотский остров как раз помещается точно в этом промежутке. Значит, он был там. На 1200 километров. При этом врезался... Отвернул угол под 90 градусов, Образовав Аляску против часовой стрелки. Угол Северной Америки развернул Чукотский полуостров против часовой стрелки. Так что Камчатка выпала своего положения на 1200 километров. Южная конечность Южной Америки при сжатии Врезалась в Антарктиду На глубину 1200 километров Образовав море Росса Южная конечность точно помещается в этом море Росса. И кинематика дальнейшая. Вполне оправдывает это предположение. Из-за стопорения в углу Северную Америку развернуло против часовой стрелки до упора Южной оконечности об Африку. В этом месте, в это время, ее с Южной Америкой поджало. Вот эту оконечность. Ну и разорвала Никаруа от Юкатаны. На луновом глобусе Радиусом 4400 километров С астероидом внутри Изобразим Европу Пиренецкий полуостров В таком положении Которое у нас является сейчас современно. В современном положении. Вот. И Повреждения Повреждения возле Великобритании Рассмотрим. Рассмотрим. То Проведем линию От повреждений возле Великобритании Касательно Европы Пиренецкого полуострова И Африки Обнаружим Что эта линия Является дугой Радиусом 6500 километров Астероид Войдя Вовнутрь Земного шара Углом В1 Вперед Я вам Напоминал Что если Вперед Углом В1 То с правой стороны Сфера Сфера Вот Углом В1 Вперед Внутри Повернулся И Образовал Небольшой Отвесие Западной Великобритании Этот момент Крутящий Небольшой Получил Астероид При переходе Полета к Солнцу К полету Земли Небольшой Небольшой Поворот Небольшой Вот теперь По астероиду Нам известно Известно Размер Основания Размер Сечения Основания Оставлены В Тихом Океане Размер Сечения Вот этой Вершины Его При котором Он застрял Внутри Теперь Значит Радиус Сферы Известен И расстояние От угла В1 От угла В1 Возле Великобритании До Сечения Вершины Этого Достаточно Чтобы Изобразить Астероид Сначала Графически А потом Высчитать Его Размер Проходя Внутри Мантии Углом В1 Вперед До Великобритании С правой Стороны Была Сфера И Эта Сфера Развернула Создала Крутящий момент Против Часовой Стрелки Вот Астероид И Развернулся Вот здесь В Западной Великобритании Был угол В1 Развернулся Против Часовой Стрелки И Сферой Свернул Перемейский Полуостров Против Часовой Стрелки Европу Против Часовой Стрелки И Ударился Африку Свернув Северо-Запад Африки Тоже Против Часовой Стрелки На Небольшой Размер Далее Астероид Имел Сферическую Поверхность Не только Поперек Но и Вдоль Своего Оси Вершина Вот вершина Астероида Получила Силу Перпендикулярно Своей поверхности Конечно Вот И Продолжила Движение Антарктиды И Австралии Продолжила И утопая В Мантии Вершина Продвинула Австралию До современного Положения Антарктиду До современного Положения Раскрылся Индийский Океан Здесь Произошло Раскрытие Атлантического Океана Северно-Ледовитого Океана Раскрылся Таким Образом Все Хребты Все Горы Складчатые Горы На земном Шаре Все моря Все океаны Все деформации Материков Создал Именно Астероид Вошел И повернулся Согласно Законам Физики Вдоль и поперек Своё тело Все В этом положении Он Остановился Прошу Заметить Вот на этом Рисунке Если мы Постероид Поместим Внутрь Этого Земного Шара То есть Касательно Последнем Варианте Европы Африки Великобритании То мы Вынуждены Будем Вот этот Угол Поместить Именно В этом Потому Что Здесь Только Отпечаток Есть В Африке И Неповрежденный Юкатан Значит Угол Этот Был Здесь Другой Угол Этот Угол В1 Отсюда Великобритании Переместился И Точно По Конфигурации Подошел Вот Место Четвертого Отверстия Четвертая Отверстия Между Гренландией Скандинавией И Полуостром Таймыр Вот Теперь Рассмотрим Вот она Этот Угол Между Гренландией Скандинавией Полуостром Таймыр Гиперборея Изображение Гипербореи На карте Меркадера Смотрим Только Изображение Гипербореи Трактовка Немного Его Неправильная Сейчас Четыре Острова И четыре Рукава Остров Явно Остров Явно Ну вот Это же Не остров Здесь Чувствуется Материк Здесь Нет Мывания Водой Это Полуостров А это Выступающая Часть Какого-то Это Уже Континента Полуострова В середине Гора Четыре Протока Это Устья Явно Устья Бесспорно Устья Бесспорно Но Здесь же не Устья И Притом В материк Не может быть Устья Это Втекающая Река Которая Мывает Гору И расходится Тремя Рукавами А вот Что получилось У меня На Глобусе Номер 2 Радиусом 4400 Км С астероидом Внутри Угол В1 Гора Мэру Гренландия Остров По Контуру Даже Похоже Скандинавия Остров Потому Что Вот В этом Промежутке Промежутке Низина Онежская Ладожская Был Волок Сейчас Находится Беломор Балантийский Канал Чуть Повысь Уровень Воды И будет Уже Остров В то Время Видимо Был Остров Полостров Таймы Даже По фигуре По конфигурации Индентичной И выступающая Часть Материка Вот Она Гиперборея Никуда Она не Утонула Она Цела И Сейчас Находится Сейчас Исследователи Гипербореи Работают На Скандинавии На Кольском Полуострове Находят Тысячи Артефактов Действительно Древнейшей Цивилизации Которая По всем Параметрам Была Намного Развитей Чем Мы Современные Вот Он угол Гора Меру А Современной Нет горы Когда Астероид Расплавился Это гора Меру Провалилась Оставив После себя Глубочайшие Воронки Как следы Доказательства Против Гербореи Осталось И Гербореи Осталось После дальнейшего Расширения Земного Шара Они Разошлись До Невознаваемости Она была Только Единственной Раз 570 Миллионов Лет Назад Вот И в течение Плавления Вот этого Угла Каких-то Миллион Может быть Лет Может даже Меньше А то Что была Эта гора Здесь Именно Против вершины Вот этой Имеется Южно-Баренцевская Воронка 20 километров Глубина Вдоль хребта Вот эту Пониже Северо-Баренцевская 16 километров Далее Северно-Новоинземельская 12 километров Физика Но Кто-то был Очевидцем В то время Да Глубину В море 20 километров Вот такие Воронки Да-да 20 километров 16 и 19 километров Сколько? 5 Внутри нашего земного шара Так Радиус 3400 километров Только стал Но Внутри нашего земного шара Находится 6 включений Три Друг против друга Большие Направления Тихий океан Бермудский треугольник И три Под углом 120 градусов Как могли они Образоваться Вот этот был Первым Это включение Грунта Первым Значит Должна мантия Остыть Большой промежуток Времени Должен быть Высыпаться Грунт До критического Момента Затем Должен быть Снова Большой промежуток Времени Тоже выпадал Очередной порцией Грунт И Знову Провалилось Так далее Вот эти первые Три были Наверняка На месте Этих Должны быть Но вот эти Следующие Пады Придавили Их И Распределили Под углом 120 градусов По большому Место Большего Промежутка Это могло Получиться Только из-за Цикличности Выпадания Грунта Была у нас Такая цикличность Именно Началась она 570 миллионов Лет назад Это вот вы знаете Десять промежутков Было жизни Между ними Когда жизнь Рассветала Снова погибала Откуда взялся Грунт Марс Северная часть Опять таки Северная часть Тихий океан В первичном Земном шаре Был Тихий океан Это я В дальнейшем Докажу На северном полушарии Марса Тоже Много песка Много Камней Значит На северном Части Марса Тоже Подлетел Этот грунт И досталось Марсу Взамен Он лишился Воды Атмосферы Дальше Марса Находится Пояс Астероидов Это место Разбитой планеты Дальше Не может быть Потому что Там Юпитер Такие четыре Гиганта Которые Не пропустили бы Грунт Ни за что Погласили бы Сразу без следов Мы бы его не нашли Удар Удар должен быть Разведен Так вот Планета была Разбита Именно здесь Удар должен быть Произвестись Снаружи И немного Снизу Чтобы Северу Именно такая Имеется у нас Планета Шумерская Печатка В Британском Музее Нарисованы Изображены Все десять Планет Девять планет В том числе Плутон И десятая планета Которая вращается Сто тридцать четыре Грауса Три тысячи шестьсот лет Она могла Вполне Сейчас Ближе Марса Орбита ее Она вполне могла Нанести такой удар Но это предположение Именно снизу Вверх Под углом Сорок шесть градусов Разбитая планета Должна Как створки Раковины Разымкнуться Должны быть Потому что В этом месте Был шарнир Если бы не было Этого шарнира Разлетелись бы В разные стороны Но они Раскрылись медленно До Ударивших Выпуг сторонами Ядро Причина Было расплавлено Ядро Значит Недалеко Было От солнца Именно на этой Траектории Ядро Пластичное Не может Следовать Изменить направление Резко И следовать За какой-нибудь створкой Оно Конечно Освободилось Разность Полученных ударов Была Разность Створки Получили удар Больше Ядро Более пластичное На меньше По меньшей Траектории Она По более Плавной Траектории И ком Этой разбитой Коры Стали приближаться К орбите Земли В процессе Полета Ком Разбитой Планеты Коры Стал Переиспределяться По закону Из-за сопротивления Воздуха Эфира Солнечных лучей А также сил Притяжения Солнца Впереди Летел Большой Астероид Сзади Скалы Размер Гренландию С Австралию Потом Мельче Меньше Меньше Здесь песок Гравий Вода Приближаясь Обращалась Обращалась Образовалась Комета Форма кометы Так и называют Кометы Обращались Они Значит И Ядро И комета Как и Земля Против часовой Стрелки Как и вся Солнечная Система Наша Постепенно Приближалась Комета И 570 миллионов лет Лет назад Она приблизилась На орбиту Земли Первый На критическое положение Попал Астероид Первый Притянулся И упал Вершиной К Земле Что сделал Мы знаем Далее Земля Имея Большую Угловую скорость Чем приблизившись Комета Оторвалась От кометы Комета Приближалась Прошло В среднем 570 миллионов 57 миллионов Лет назад Пока Земля Обогнала На один оборот И снова Подлезла Под голову Этой кометы Новая порция Земли Под действием Притяжения Выпала На место Именно Куда Образовалась Сероид Далее Получив порцию Земли Которая провалилась Во внутрь Монтик Кокону Земля Снова Отошла На это Время Со скоростью 6 миллиметров Кометы 6 миллиметров В час Было В сторону Солнца Приближение Скорость По орбите Скорость Была 1,8 Метра В час То есть Астероид С землей Плавно Очень плавно Слились Воедино Точно Та же Плавно Выпадали Остальные Части 300 миллионов Лет назад На орбиту Нашей земли Прибыло Ядро Разбитой Планеты Вот схема Перехода Ядра К земле Первое положение Вот такие силы Есть Второе положение Вот такие Третье Вот такие И Луна Стало Ядро Разбитой Планеты Стало Луной Ядро Луны Это ядро Разбитой Планеты Вот Так что Делайте выводы Возможно Правы фантасты Что внутри планет Пустота Внутри Луны Пустота А не железо Как современная Теория Подтвердение Что было Именно Так Являются Вот эти Карты Первое Значит Подтверждение Что Земной шар Имел 3950 километров Это безупречная Стыковка И образование Сплошной поверхности Второе 570 миллионов лет назад Это Изображение Гипербореи На этом радиусе Третье Третье предположение Это вот Карта Первой рейса Посмотрите на Радиус 4901 С правой стороны На глобусе Номер 3 Расположение Америки Южной Америки Вот Северный Оконечность Америки Здесь Антарктида И вот здесь Африка Африка Антарктида Антарктида Южная Америка Гондурас Юкатан Тут дальше Северная Америка Вот такое расположение На карте Перерейса Можно получить Только при радиусе 4901 км Ни при каком Другом радиусе Такое расположение Не получишь Поэтому Карта Перерейса Получена Получена Это 510 миллионов Лет назад Карта Финея А вот Глобус Номер 4 439 Миллионов Лет назад Карта Финея Вот Африка Антарктида Хотя он Честно написал Что Астралия Это действительно Австралия Увидев два одинаковых континента Он убрал Не знаю В Антарктиде ничего На ее место Конечно Известную ему Австралию Но хорошо Что при этом Честно написал Что вон Земля Австралия Вот это море Роса Находится вот здесь А не тут Не тут Вот Южная Америка Касалась Антарктиды На таком расстоянии Африка Вот Только при радиусе 5490 59 Можно получить такое Положение Континентов То есть Эта карта Эта карта Составлена 439 миллионов Лет назад Колумб Пользовался Сталинной картой Следующая карта Должна быть Не ставите время Для вопросов Хоть один вопрос задать Так Ну что Могу сказать Если сократить У нас нет следующего Докладки Я не нашла Так что у нас Восхинка Ну тогда Буду говорить Ладно Хорошо Не-не Все Заканчиваю Я Я так много Очень пропускаю 208 миллионов Лет назад Была Восьмая Катастрофа Значит При каждом Провале Кокона Земля Преслась Дно Между континентами Конечно Обновлялось 208 миллионов Лет назад Восьмая Катастрофа Провала Больше Шесть Кокон Десять Одиннадцать Катастроф А где остальные Так вот Восьмой Катастрофе Уже было Грунта маловато Значит Провал Был последний Последний И Обновилось Последний раз Дно Океанов Больше провалов После этого Не было Поэтому Дно К удивлению Всех Имеет одинаковый Почти возраст 200 миллионов Лет назад 200 миллионов Лет Девятая Катастрофа Значит На это же место Выпала грунта Но Проваливаться Уже было Некуда По картинке Вы видели Три уже Кокона Полные Девятые Уже некуда Провала Не получилось Да и Мало земли Да и Был Кравий В основном Образовалась Гора Эксцентрик 145,6 Десяток Миллиона Лет назад Совершился Кувырок Земли Первый Кувырок До этого Земля обращалась Против часовой Стрелки Стала обращаться По часовой Стрелке 1,64 Миллиона Миллиона Лет назад Начало Оледенения Это Начало Одиннадцатой Катастрофы От Кувырок Песок Песок На континентах Индия Африка Средняя Азия Пустыни Гоби Индостан Австралия Все в песках А песок Упадал при следующей Катастрофе Катастрофе Кроме того В Индии Следы моря Обнаружили Севером Следующим Стал Центр Где-то В Индийском Океане Север А вот Когда Выпала Десятая Катастрофа Это Песок Был Его Недостаточно Чтобы Был Первый Ворот Следующий Он Выпал На Новый Северный Холест А вот При Одиннадцатой Катастрофе Когда Гора Льда То Совершился Второй Кувырок В 1600 Году До Новой Эры Все Календарей Подтверждают Что Была Катастрофа Именно В этот момент Гибель Атлантиды Емурии И Земля Стала Вращаться Севером Стал Северный Ледовит Океан Земля Стала Вращаться Против Часовой Стрелки Абсолютно Эти Катастрофы Согласуются С Графиком Колебания Уровня Мирового Океана Составленный Митчем И Вейлером 570 Миллионов Лет Назад Катастрофа Номер Один Астероид Принес На себе Огромное Количество Воды На спине И В следующую Второй Катастрофу Выпадали Тоже Огромные Астероиды Принесшие На себе Огромное Количество Воды Резко Увеличился Подъем Воды Далее Выпадали Уже Более Мелкие Фракции Но Земля Расширялась Уровень Падал Соответственно 300 Базальт 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 Поверхность Нашей планеты Увеличилась Температура Увеличилось Испарение Уровень Нижайший 145,6 Миллионов Лет назад Совершился Кувырок Земля Резко Остыла Леденела Вода Выпала И уровень Стал Почти прежний А 80 Миллионов Лет назад Видите Дальше Начался Понижение Уровня Объясняю В книге Его Изображен Конус Выноса Зодиак Загадка Правильно Многие Возвращаюсь Многие Геологи Объясняют Метаморфозные Образования Получились Только Значит Можно Объяснить Причины Что Совершались Когда-то Многокилометровые Вертикальные Движения Земной коры Луной Именно Были Такие Движения Правильно Конус Выноса Зодиака Имеет Четыре Слоя 80 Миллионов Лет Назад 50 Миллионов Лет Назад 28 Миллионов Лет Назад И Около 10 Тысяч Нет 50 Тысяч Повторяю 80 Миллионов Лет Назад 50 Тысяч 28 Тысяч И В 9600 Году До Новой Эры 10 Тысяч Округленно Имеет Четыре Слоя Значит Расположен Напротив Берингового Пролива Кэри Опровергает Субдукцию А по закону Субдукции Если Посчитать Спретинг 6 Миллиметров Год 6 Сантиметров Год То Если Прикинуть На это Время То Получается Конус Выноса Зодиак Должен быть В открытом Тихом Океане На Расстоянии 3000 Км Как он мог Образоваться И как он мог Попасть Он объясняет Своим Мегаздвигом То есть Вот из этого Положения Совершился Мегаздвиг И Конус Выноса Зодиак Должен быть На Аляске Здесь должна быть Крупная река Отсюда Должен быть Никуда Он не смещался Все было на местах Было просто Проседание Дна Тихого океана 80 миллионов лет назад Известно Что 300 метров Уровень Упал А рекой Выноса Ила Служил Верингов пролив Переток Северного Ледовитого океана Тихий океан Образовался Первый слой Зоны Бенеофа И Глубовоководной Желоба Это не признаки Субдукции Плит Под плитой А признаки Проседания Дна океана С наклонами Откосами Вовнутрь Зоны Бенеофа Тоже Сейсмостанции Все абсолютные Расположенные В зоне Бенеофа Отмечают Что это Не сдвиг Это не сжатие Результат землетрясения А результат Скалывания То есть Скалывание Проседание Больше ничего Ну Это все Отвергается Конечно Хорошо Хорошо Мимо Во время Периодов Мимо пролетали Не все Не вся Комета Выпала Часть В длительной промежутке Пролетала мимо Венеру На левый бок Замедлила В начале вращения А потом Создала И противоположное Вращение Грунт пролетел Мимо Венеры На Марс Марс Замедлил Вращение Но на Марсе Имеется Калорис Калорис Который Все Я заканчиваю Больше ничего Я пролистаю Просто все Все Ладно Вопросы будем Отсуждать Да Пожалуйста Вопросы Можно Порвать Да Я вот Только Ко мне И по гром Учитывали Вы То О чем Вы рассказывали Смещение Ядра Раскаленного Ядра Земли На 600 Км От географического Центра С падением Ветеорит Это Первый вопрос Ну Хотя бы Покадай Я Думаю Конструкция Наших планет Совершенно Иной И образование Планет Иной Нет В планетах Ядра Из железа Есть Вернее Только Тех Которые Или Не вращаются Или Обращены Ну Вокруг Своей оси Не вращаются А внутри Образовывается Нормальных планет Это Соленоид Вот Поэтому Ядро состоит Вот Луна Образец Этого ядра Нет там Железа Железо все выпало На Землю На Венеру Как видите Усилило Очень Сильную плотность Тогда Чем Вы Объясняете Что Происходят Периодические Выбросы Из глубины Земли Магмы Под Сильным Давлением Если Это Не результат Образования Газа Вокруг Ядра Я это Объясняю О том Что Шесть Шесть Огромнейших Включений Грунта С разного Состава Разного состава Находится Внутри Нашей Земли Это Опубликовано Изображено Но Что-то Нигде В других Литературах Я только В одном месте Это нашел Чисто Случайно А раз идет Плавление Эти шести Огромных Коконов Тем более Коконы Первые Расположены Под Новый Зеландий Новый Гвинея Камчатка Самые Сейсмические Зоны Они Мантия Нашей Земли Которая 570 Миллионов Лет Назад Была Намного Значит Раскаленнее Чем Сейчас Раскаленнее Значит Уран А уран Тяжелый Нет Раскаленнее По другой Причине Внутренняя Земли Я термаю Рифты Хребты Я понимаю Да Когда Когда Земля Расширилась Расширилась До большого Размера Последние Осадки Не Не падали Уже Вовнутрь Мантии Коконам Коконам Это Девятая Десятая Одиннадцатая Катастрофа Они попадали На материки В океаны Давление Четко На поверхности 5 миллионов У подночи 10 миллионов Дальше Коконам До 200 Миллионов А потом Уже 4,5 Миллиарда Самых То есть Это же Говорит о том Что вещество Появляется Развигается Там И так далее С чем Ваши Депозиты Как Это Объясняется Ну Тоже Я объясняю Это плавление Внутри И расширение Земли Постоянно Она сейчас Расширяется Плавится Внутри Еще Она Будет Еще Долго Пока Не расплавятся Все эти Шесть Окон Расширяться Будет Ну И Кроме Того Еще По Другим Причинам Расширяется Десятых Причин Еще Я их Не трясаю Но Основное Расширение Я считаю Это Что Внутри Раз идет Плавление Идет Расширение Конечно Это Землетрясение Шевеление Расходятся Конечно Рифтовые Хребты Конечно Изливается Мантия И Она Современная Когда Произошло Из детей Такой возраст Она имеет Пять Десять А Самый Последний Двести Восемь Миллионов Ненародная Матерская Не требуется Да Возможно Есть Какие-то Народные Может Быть Еще Мы Не знаем Все Конкретно Вполне Возможно Знаете Ну Геометически Очень Интересно Остается У меня Вопрос По поводу Толкновения Все Что Падает Ну В силу Закон Механики Все Что Будет Падать На земле Будет Падать Не Меньше На Сироте Движителя Восемь Толкновения Тело Достаточно Массив Сколько я помню После Падения Объекта Я понял Обычный 100 Километром Диамет Тут Вообще Разно При Таком Размере Вы Будете В итоге Иметь Здоровенный Газовый Шар Сейчас Газа Разлетел Просто За счет Иначе Иначе Повторяю Я Это Вы Видимо Пропустили Астероид Имеет Огромные Размеры Длина Дуги 6400 Км Длина Вот Этой Стороны 5500 Км Не 100 Метров Не 100 Км Длина Вот Этой Среди 4150 Км Длина Вот Эта 9550 Км Высота Астероида 7800 Км А откуда Такой Астероид Взялся Фуэтон Расколол Сейчас На ваш вопрос Сейчас На ваш вопрос Звичок Расчеты Астероид Вместе С грунтом Первоначально Это на месте Фаэтона Потом Получил Столкновение Торможения Плавно Пошел По спирали На снижение Летел Он Значит Возраст Луны 2000 Два миллиарда Лет Моложе Нету Два миллиарда Раскрылось И два миллиарда Застыло И нам показалось Я так считаю Вот Теперь Значит До земли У него У этого астероида Было время 1,430 Миллионов лет назад Лет Полтора миллиарда лет Вот Он летел Можно легко рассчитать Со скоростью 6 миллиметров В земле По радиусу 6 миллиметров В час Вот его скорость была А современные астероиды Летят 360 километров В секунду Все что падает На планету Падает со скоростью Не ниже Второй космической Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok